Привет друзья! У многих из нас есть любимые фрукты, овощи и специи, но большинство из нас возможно даже не подозревают как они произрастают. Роботоп покажет как именно. Начинаем! Кишью это дерево, плод которого является распространенным продуктом питания. Орехи вырастают из плодов или так называемых яблок, у которых ядовитая оболочка, поэтому вы никогда не встретите кишью в оболочке. Блюда из спаржи, для нас являются диковинкой, однако в Европе это очень распространенный овощ. Растет спаржа прямо из земли. Финики, съедобные плоды финиковой пальмы, распространенный продукт питания, у нас их продают как сухофрукты, а растут финики вот такими крупными пучками на пальме. Каперсы, это специфичные нераспустившиеся бутончики весьма колючего, но при этом очень целебного кустарника под названием каперсник. Брюссельская капуста, имеющая сладковатый и немножко ореховый вкус, высоко ценится гурманами. Растет брюссельская капуста на стеблях над землей. Турецкий или бараний горох, еще его называют нут. Растение семейства бобовые, семена которого это пищевой продукт, особенно популярный на Ближнем Востоке. Нут растет низко над землей, в небольшой зеленой оболочке. Корица, вечно зеленое тропическое дерево семейства лавровых. А приправа, к которой мы привыкли, это высушенная кора этого дерева. Фисташки. Растут на небольших деревьях высотой 4-6 метров. Являются родственниками кишью. Растет на склонах гор Средней Азии, Сирии и в северо-восточном Иране. Бобы какая. Растут на огромных вечно зеленых шоколадных деревьях. Чаще всего они встречаются в лесах Амазонки и субэкваториальных странах. Арахис. Если вы увидите как созревают плоды этого удивительного растения, то убедитесь, что определение земляной орех, очень даже ему подходит. Ведь для того чтобы полностью созреть, завязи погружаются именно в землю. Артишоки. Эти употребляемые в пищу овощи, на самом деле являются ничем иным как не раскрывшимися корзиночками будущего цветка. Интересно, но в Австралии и Южной Америке артишок считается злостным сорняком. Белый черный и зеленый перец являются одним и тем же растением, плоды которого собраны в разное время. Растет он красивыми гроздьями по 20-30 зернышек в каждом. Большинство из вас наверняка уже знают как растут ананасы. Это наземное растение с каючим стеблем и листьями. Очень важная плодовая культура, широко возделывается в тропических странах по всему миру. Гвоздика. Очень известная во всем мире пряность. Это не что иное как высушенные нераскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева. Имбирь. Многолетние клубневые растения, произрастающие в тропических странах. Настоящий имбирь имеет горизонтально разветвленные массивные корни и высокие стебли высотой до полутора метров с длинными листьями. Друзья, сейчас самое время нажать на лайк. Вы узнали как вырастают 15 экзотических растений. И я надеюсь что вам понравилась моя подборка. На канале Роботоп уже довольно много не менее интересных видео. Скучать не придется. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова